Всем привет! Как всегда, благодарю вас за то, что смотрите эти монологи, за то, что пишите комментарии и материально поддерживаете канал. Это очень приятно! Просто очень! Спасибо большое! Продолжайте в том же духе. Ну, а комментарии читать мне еще приятней, даже скажу я по-честному совершенно. И напоминаю вам о существовании плейлистов, потому что много приходит просьб с тем, чтобы я показал ту или иную пластинку, но вполне вероятно, что искомая вами пластинка уже показана. Смотрите в плейлисты, там очень много уже всего. Ну, просто я сам удивляюсь, когда я смотрю на эти цифры, на дисплее компьютера своего, думаю, ничего себе, сколько уже тут. Хотя осталось еще в несколько раз больше, поэтому на наш век хватит, я могу сказать вам, да. Ну, а я хочу сказать следующее. Новость, хочу сказать, мудрость мира, знания веков. Мир наш огромен, и вокруг столько всего интересного, так много, столько разного, что замыкаться в одном пространстве, даже музыкальном, это можно. Ничего страшного в этом нет, абсолютно. Но можно и не замыкаться. Ну, как-то неловко даже перед создателем, что ли, если ты замыкаешься и не видишь мир во всей его красе. Ну, все увидеть и услышать невозможно, потому что я уже говорил, да, что мир огромен. Ну, жизни не хватит все услышать, все увидеть, все прочитать, со всеми поговорить. Но по возможности, когда расширяешь свой кругозор, это здорово, это приносит приятные ощущения. Поэтому я опять отвлекся от англо-американской музыки и снова в Италию нагрянул. В Италии я был всего один раз, к сожалению. Мне там очень понравилось. Купил там пластинок достаточное количество. Вот одна из них. Это Агора. Группа Агора. Второй альбом. Агора-2 называется он. Что я могу сказать об этой группе? Вот, господа артисты. Господа артисты, что я могу сказать? Я могу сказать, что с огромным удовольствием я слушаю эту пластинку. Хотя не часто. Не часто по одной только причине. Потому что пластинок у меня очень много. И я их слушаю так разные. Разные достаю с полки и слушаю. Но Агору я очень люблю. И один единственный недостаток есть в музыке этой группы. Один. Других я не вижу. Недостаток это заключается в том, что она совершенно не похожа на итальянскую группу. Вообще. Такое ощущение, что это один из лучших, наверное, альбомов музыки Fusion, которые я слышал в своей жизни. Но когда я говорю один из лучших, это не значит, что один из десяти или один из двадцати. Это скорее один из ста, наверное. Но, безусловно, в золотую коллекцию мою личную музыки Fusion он входит. Это просто мощнейшая запись. Так вот. Он не похож, этот коллектив, на итальянскую группу. Хотя родом из Милана. И образовались они, по-моему, если мне память не изменит, в году в 1972-1973. И пластинок не записывали у себя на родине. Но давали огромное количество концертов. Были очень популярны. Очень популярны. Популярны настолько, что их менеджер пробил выступление в Швейцарии на джазовом фестивале в Монтре. Монтре в 1975 году. Группа приехала, отыграла свое положенное время. И произвела такое впечатление, что тут же был заключен контракт с компанией Atlantic. Что для итальянских групп, прямо скажу, редкость. Натурально. Ну, хотя, в общем, хорошие итальянские группы, конечно, имели контракты с большими лейблами. Европейскими и американскими, в том числе. Но на Атлантике немного было итальянцев. Хотя, конечно, много. И просто я не знаю. Просто мы не знаем. Мы же ленивые и нелюбопытные, как писали братья Стругацкие. Мы не знаем. Основной массив музыки проходит мимо нас в любом случае. Просто физически невозможно все это охватить, как я уже говорил. Но, тем не менее, контракт был заключен. И группа записала альбом номер два. Альбом номер один – это запись с того самого концерта в Монтре. Его у меня нет. И я его даже не слышал. Говорят, что он очень хороший. Ну, говорят, пишут, что он очень хороший. Я не слышал. Я в интернете не люблю слушать музыку. В интернете я слушаю только в качестве ознакомления, когда я вижу какую-нибудь пластинку в магазине. Не знаю, что это такое. Я быстренько там набираю. Ага, понятно. Я понял все. А так, чтобы сесть и слушать, нет. Я буду ждать, когда появится первый альбом. Где-нибудь в пределах листежимого. Тогда я его обязательно куплю. А Гора 2 – это первый их студийный альбом, как я уже и говорил. Команда достаточно большая. Значит, Роберто Бочевочи, фортепиано, фендер, родос, Ринато Гаспарини, гитара, 12-струнная гитара, Луцио Чезари, перкушен, фендер, бас, Перкушен, да. Перкуссия, я хотел сказать. Получилось перкушен. Фендер, бас, Ника Руссо, Перкуссия, баритон, саксофон, Маура Минкарони, ударные, и Авидио Урбани, сопрано, саксофон. Состав группы после концерта в Швейцарии был изменен. Появился второй саксофонист, другой бас-гитарист пришел в группу. Насчет остальных я не знаю, не помню. Но тем не менее, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Мощнейший состав, прекрасный уровень игры у всех, можно сказать, даже запредельный. И главного, я не сказал, команда инструментальная. Они не поют вообще, играют только музыку. Ну, фьюжн, на самом деле. И непохожесть их на итальянцев заключается в том, что группа эта, конечно, все на что-то похожи. У каждого есть какие-то такие референты, референсы. Эта группа одновременно похожа и на Махавишну Окестра, и на Weather Report, и на Return to Forever, Чико Корея. Иногда на Бандерграф Генератор. Вот, что я могу сказать. Но, похоже, в том смысле, что они не играют то же самое, да, не играют как в Weather Report, они играют в том же ключе. Они не играют так, как Махавишну Окестра, они играют в том же духе, да, они не играют как в Return to Forever, они играют так же прозрачно, тонко и виртуозно, как Чик Корея и его музыканты. Вот. Что дальше? Дальше Пунта Росса. Ставим первую композицию. Красная точка, что ли, я забыл, как она переводится с итальянского. И слышим начало на электропиано. Красивая, вспоминается, Чик Корея, что-то такое, да. И потом вдруг не удар. Здесь нет удара. Вообще музыка достаточно меланхоличная здесь, несмотря на то, что это фьюжн. Казалось бы, фьюжн должен быть где-то фанк, где-то горячо, где-то еще жарче, где-то такое вот гонка вперед, темп. Здесь есть и гонка, и вперед, и темп. Но все достаточно сурово в хорошем смысле, хотя и не мрачно. Сурово в том смысле, что вот нотки в андерграф-генератор проскакивают какие-то настроенческие такие. Веселья здесь мало. Здесь просто очень такая меланхоличная, как я уже и говорил, серьезная, сложная, но легкая для восприятия при этом музыка. Так вот этот пункт Россо вот после такого заигрыша вдруг не бьет, а наваливается, раскрывается пространство аккордами, тутти, вся группа, гитара, клавишные, бас, барабаны, перкуссия, сакс. И вот здесь вспоминается Махавишно Окестр, первый альбом, да и на Маунтин Флейм. Примерно такой же, такая же стена звука колоссальная. Отличие от Махавишно Окестр здесь одно, что заключается в том, что в Махавишно Окестр, конечно, там Янхаммер, клавиши, все играется здорово, но здесь преобладают клавиши синтезаторные, все-таки синтезаторные, помимо электропиано, синтезаторы, и вот это такой плотный фон гармонический, гармонизирует. Синтезаторы все это, поддерживают гармонию, выстраивают. Они создают такую плотность, невероятную, которой нет, кстати, у Махавишно Окестр. Там все-таки больше акцент на гитару, что естественно, да, а здесь и не акцент вроде на клавишах, но настолько их много, настолько они создают вот эту плотность, вот эту монументальность звука, что, конечно, звучит очень мощно все. просто мощь ядерная. При этом это вроде джаз-рок, вроде это фьюжн, да, но так они прямо ух, как стена звука. Вот она стена. Какой там филспектр? Вот шесть человек врубают, и вот вам стена звука настоящая. вступает саксофон на фоне вот этой вот огромной перекатывающихся, огромных перекатывающихся балов музыки в стиле Махавишно Окестр. И про Махавишну мы уже забываем, потому что играется самодостаточная совершенно музыка Агора, саксофон, благо их здесь два, прекрасное соло саксофона, удивительные, ударные, вот ударные, очень похожи по игре на манеру Билли Каббома. Ничего не могу сказать, прямо читается манера игры Каббома, вот эти вот гигантские широченные брейки по всем томам, которые только существуют, и кажется, что их не 3-4, а что их там штук 7, вот эти огромные просто пробежки, брейки скоростные, синкопы с дроби на малом барабане с томами синкопированные, железо бесконечное, все, прямо вот Билли Каббом, как будто пришел сюда, в Милан, приехал и записал. Прости меня, пожалуйста, ударник группы Агора, но, может быть, это и комплимент. В общем, все очень здорово. Вторая вещь, пирамид Де Романи, пирамид Ди Домани. Такое ощущение, пульсирующий бас и играет акустическая гитара, очень странные вещи, очень красивые, очень странные, классические какие-то штуки такие, но такое ощущение, что мы слушаем гитару и импровизацию виртуозного гитариста. Опять-таки вспоминается Джон Маклаффлин здесь. И вот эта гитара чудесная, железная такая, яркая, точная и странные такие какие-то мелодические конструкции. И потом постепенно бас пульсирует, пульсирует и подключается вся группа и начинается снова что-то в стиле уже немножко weather report в том смысле, что все лежит на груве, на рисунке коротком мелодическом повторяющемся. как у Джо Завинала. Вот такая не то чтобы подкладочная история, но вот грув, который тащит за собой и на нем сверху уже все наслаивается, ложатся слой за слоем, ложатся мелодические истории. Телет Тал-Эл Затар это что такое? Это третий номер здесь. Это лагерь беженцев палестинских в Бейруте, который был разгромлен, было много жертв, и это посвящение вот этим самым погибшим палестинским беженцам. Кажется, какое нам дело до палестинских беженцев? Нет, ребята, нет, мир един, несмотря на то, что он огромен, но он един, и любого человека жалко. И группа записала такой реквием, не реквием, но посвящение этим погибшим беженцам, естественно, достаточно торжественно, достаточно медленно, достаточно проникновенно все, но в конце прорывается гитарное соло, помрачительное привет Джону Маклафлину опять, и мы понимаем, что мы слушаем не реквием, мы слушаем джаз-рок, крутейший, интереснейший, мощнейший. На второй стороне первая вещь посвящена владельцу помещения, в котором группа репетировала, и там же была какая-то скобинная мастерская, и владелец этот слыл чудаком городским, что отражается на этой музыке, потому что мало того, что он был чудаком, он был явно парнем еще с большой фантазией, потому что здесь нафантазировано, наиграно, но очень красиво и очень сказочно. Кстати говоря, в одной рецензии я прочитал, что в этой музыке очень много сказки, чего нет ни в одной фьюжн-джаз-рок-группе, никаких там сказок нет, там другие истории, а здесь может быть синтезаторы придают вот эту сказочность, в общем, настолько интересно, настолько ярко и живописно все, что очень рекомендую Агора-2 1976 год, сразу после фестиваля в Монтря, очень классная группа, я пошел пить пока.